Добрый вечер! Программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Первая часть первой серии майских праздников уже позади. Условно, скажем так, светская часть. Православные христиане в свою очередь готовятся к самому, наверное, большому празднику в православном календаре – к Пасхе. О том, как встретить Пасху, как себя вести, что делать, что не делать, говорим сегодня с гостем нашей студии, которого я с удовольствием представляю. Протаерей Олег Боровлев, руководитель миссионерского отдела Харьковской епархии Украинской Православной Церкви. Здравствуйте! Добрый вечер! Собственно, с какого момента можно говорить о том, что вот она Пасха? Потому что, по большому счету, пасхальные богослужения начнутся немножко раньше, насколько я понимаю, не в воскресенье. Знаете, если говорить по большому счету, для нас Пасха начинается с первого дня Великого Поста. Потому что Великий Пост для нас – это уже подготовка к этим праздникам. Для всех верующих людей, я говорю от лица верующих людей. Стараются в эти дни люди очистить свою душу покаянием, причастием для того, чтобы достойно встретить этот светлый праздник. Потом, по окончании поста, прихожане входят в Страстную Седмицу, которая у нас уже заканчивается. В эту Седмицу, в эту неделю, все верующие вспоминают все те события и супереживают Христу, которые происходили в его жизни, в реальности, после его входа в Иерусалим, накануне своего распятия и накануне своего воскресенья. Почему я в этом сказал, что начинается Пасха? Потому что те люди, которые хорошо проходят эту Страстную Седмицу, и у них есть возможность бывать на богослужении, есть возможность слышать все те молитвы страстные, они, видимо, лучше, острее чувствуют суть самого праздника. Если же мы говорим о том, когда действительно у нас начинается Пасха и пасхальное богослужение, если так строго сказать, то это с началом крестного хода вокруг храмов. И этот крестный ход нам напоминает шествие Жон Мироносец ко гробу Христа. Но действительно, несколько служб еще предшествуют этому крестному ходу, службы перед плащаницей, которая лежит посередине храма, уже там тоже читаются молитвы, как бы некая подготовка, некое предчувствие праздника уже ощущается. Но если мы говорим, точно, когда начинается празднование, как правило, это в полночь открываются врата храмов, люди выходят с ликованием, обходят вокруг храма, и уже подойдя к храму, как бы к гробу, где находится Христос, люди впервые начинают в том или ином году слышать пасхальное песнопение, пасхальное приветствие о том, что Христос воскресе. Это произносит священнослужитель, отвечает хор, все присутствующие молящиеся также отвечают, радостно восклицают, и начинается пасхальное богослужение, начинается так называемое пасхальное утреннее, которое переходит в литургию, читаются приветственные слова наших правящих архиереев. В этом году тоже будет поздравление, приветствие нашего владыки, архиепископа Нуфрия, Харьковского, Богодуховского. В пасхальные дни также читаются приветствие блаженнейшего митрополита Владимира, патриарха Кирилла, то есть все друг друга поздравляют, радуются. Читается молитва на освящение пищи, от которой воздерживались во время поста, и после чего священники выходят и освящают, окропляют священной водой вот эти яства, о которых читалась молитва. Наверное, те люди, которые ходят в храм постоянно, все знают более детально о всех богослужениях, вы уж простите, я, наверное, отношусь к той части, которая ходит, к сожалению, наверное, реже, чем... Для этого я и пришел, для того, чтобы по возможности объяснить всем желающим, что происходит в нашей храме в эти дни. Вот скажем, человек не попадает к полуночи на службу, что дальше? Вот Пасха наступила, Воскресенье наступило, что дальше? Может ли он прийти днем, утром, вечером? Каков порядок богослужения? Может, но, честно говоря, мы всегда рекомендуем заранее уточнить порядок богослужения в том или ином храме, потому что некоторые традиции имеются. Ну, это зависит от того, речь идет о удаленном сельском каком-то храме или о крупном городском приходе, где есть несколько священнослужителей. Но действительно такое бывает, люди в ту или иную меру хотели бы помолиться, осветить свои пасхальные куличи, но нет возможности либо работают, есть люди, которые работают посуточно, либо еще какие-то причины. Для таких людей иногда накануне совершается освящение пасхальных куличей, это, как я уже сказал, чаще всего в крупных приходах, и позже иногда бывают эти освящения. Если кто-то из наших прихожан раньше осветил куличи, зная, что нет у него возможности попасть на службу, все равно, как в народе говорят, разговляются или начинают вкушать скоромную пищу по окончании вот этого богослужения, которое шло ночью, все начинают пасхальное богослужение. Вот уже с того момента мы начинаем вкушать куличи. Как правило, на Светлую Седмицу еще есть богослужения, это и понедельник, и вторник, и в зависимости, как я уже сказал, от размера прихода, есть несколько дней, когда есть возможность у людей попасть на службу. Но все-таки, мне кажется, по своей торжественности, по своей радости, та служба, которая будет совершаться вот уже у нас в эту ночь, все-таки она не сравнится с другими днями. Ну, действительно, один из самых, наверное, торжественных, день-то, пожалуй, самый торжественный, один из самых красивых обрядов, которые служатся в литургии. Пожалуй, да, и действительно, как я уже сказал, наиболее остро это чувствуется теми верующими людьми, которые это особо переживали. Потому что не секрет, что есть люди, которые считают себя верующими или крещеными, но, как мы говорим, не воцерковлены, что-то неизвестно, а есть люди, которые вообще себя не причислят к христианам. Поэтому, конечно, мы здесь можем уж говорить, что воцерковленный человек, наверное, переживает это более торжественно. Но, тем не менее, праздник, как мы считаем, для всех людей. А насколько принципиально прийти к дню воскресения Господня через вот именно исповедь покаяния, отпущения грехов и так далее? Ну, наверное, не все, конечно же, проходили. Не все, не все проходят. Вы знаете, это вообще таинство, которое мы именуем необходимыми. В принципе, в течение всей жизни верующий человек тем и занимается, что смотрит, в каком он на данный момент находится духовном состоянии. Мы понимаем, что в той или иной мере мы согрешаем. Ну, человек, знаем, он склонен ко греху, поврежденный. Господь оставил таинство покаяния не потому, что, как многие шутят и говорят, теперь есть вседозволенность делать... Вышел, все угодно делать. Да, все, что угодно делать. Греши и кайся, как в народе шутят. Мы говорим, нет, ты не греши. Но если ты согрешил, тогда приноси покаяние. Поэтому таинство «Исподи и причастие» — это те таинства, которые даже не только в один пост совершаются, в которых участвуют люди, не только в течение поста, а в течение всей своей жизни. Но просто так как время — это время особого покаяния, мы и делаем больший акцент на этих таинствах. Потому что, мы знаем, есть такие прихожане, которые в течение всей своей жизни, нельзя сказать, нерадиво относятся, или вот как-то инораз бывают, забывают о необходимости заниматься гигиеной своей души, то есть очищать ее периодически. Время поста — это то время, в которое многие просыпаются и вспоминают об этом необходимом. — Символы Пасхи, традиционные символы Пасхи, куличи, яйца, их приносят в храм, их освящают. В чем смысл вот этого освящения? И чем, собственно, освященный отличается от того, что он, не знаю, делает дома или можно купить? — Скажем, это в первую очередь как благословение. И в народе говорят, ну, конечно, и освящение. Мы верим, что все освящается молитвой. И когда мы освящаем молитву, мы говорим, что когда человек произносит молитву, уже происходит некое изменение в этом мире. Будь это освящение жилища, будь это освящение каких-то предметов, это не магическое действие. Потому что люди не церковные, иной раз нас обвиняют в каких-то магических ритуалах. Это не так. Просто мы верим, что когда мы призываем имя Божье, либо над какой-то вещью, либо перед тем, как кушать пищу, это уже не просто еда или там просто как, не знаю, может, такое неудачное состояние, животным что-то бросили, и они сразу съели. Но мы признаем, что над всем и за все, над всем Господь, и за все мы должны Его благодарить. И поэтому, конечно же, по окончании поста мы спрашиваем у Господа благословение на вкушение этой пищи. И это не просто испрашение благословения, но и благодарение Господа за то, что Он нам предоставляет такую возможность вкушать, наслаждаться различным родом пищи. Ведь, по сути дела, человек мог бы питаться только одним хлебом и водой, и жил бы. Ну, так Господь мог бы сделать. А у нас есть разнообразные продукты, и потому даже здесь есть такое высказывание одного из богословов, что наша еда, наша пища людей, это любовь Бога, которая стала съедобной. Потому что понятно, по окончании поста мы призываем имя Божье, уже превосходит освящение. Ну, и как кульминация всего этого процесса, окропление продуктов питания свеченной водой. Это символика, за которой мы считаем, все-таки есть некий смысл, то, что люди уже по-другому к этому относятся. Они с благовением, с трепетом вкушают эту пищу, с благодарением Бога. И я думаю, что по вере каждого человека Господь и посылает ту или иную степень благодати на каждого. Вот к святой воде есть определенное отношение, не знаю, насколько у служителей церкви, а в народе есть запреты, нельзя туда выливать, нельзя давать тем же животным, чтобы они пили. А в отношении освященных куличей, яиц и так далее, что с ними-то, собственно говоря, делать? Дело в том, что когда мы говорим о чем-то освященном или святом, будет и святое масло какое-нибудь, или освященная вода, или же освященные продукты, речь идет не о каком-то наказании или о каком-то, еще раз повторюсь, действии магическом, нарушении, а здесь мы видим проявление благоговения человека к тому или иному предмету. Я вспоминаю слова одного греческого старца, Паисия Афонского, очень почитаемый в православном мире, не только в Греции, но и у нас. И вот он рассказывал, когда он был маленьким мальчиком, как у них в домах в Греции, раньше даже строили специально во дворе какие-то специальные места, где можно было святыньку, если она испортилась или еще что-то погрузить. И он сам говорил, что это не из-за того, что там из-за какое-то пренебрежение к святыне и так далее, а Господь посылает благодать, видя вот это благорасположение, это желание получить у Бога благословение. Поэтому я вспоминаю свою бабушку, которая даже скорлупу от яичек в особое место подкапывала, чтобы она не была выброшена с обычным мусором. В книгах такого требования мы не видим, чтобы в наших церковных книгах было написано. Съел ли ты, у тебя остались крошки или яичная скорлупа, или еще что-то не выбрасывали, или закапывали, или еще. Но именно строгости к этим вещам в книгах нет. Но тем не менее сердце самоверящего человека подсказывает ему, что мы не можем выбросить что-то освященное просто в мусорку, как, ну, само слово мусор, как некий мусор. Иначе, ну, какое же здесь там благодовение. И верим, что за вот такое трепетное отношение Господь даст человеку некое благословение. Что касается традиций, как поступать, здесь есть несколько самых распространенных. В чем суть? Чтобы это было не на мусорке, не было попираемо ногами. Поэтому кто-то какие-то остатки в реку погружает, чтобы эта водичка все поглотила. Кто-то сжигает, кто-то подкапывает в местах, где недоступны там животным, или чтобы это место не было непотребным. И действительно есть такие вещи или в частных домах, или при храмах, наверное, при каждом храме есть место, куда вот остатки водички сливаются после крещения младенцев и так далее. Вот либо приносят вот в такие места. Есть во время поста, потому что, да, действительно пост и Пасха, они, конечно же, очень крепко взаимосвязаны. Во время поста у христиан есть, ну, не скажу обязанность, может быть, это не очень подходящее слово, но есть какой-то дополнительный долг проявлять милосердие по отношению к ближним, да? То есть это та же милостынь или какие-то добрые дела, или еще что-то. А в период пасхальных праздников есть ли какие-то особенные предписания в отношении того, как себя вести с окружающими, с ближними, с прихожанами, со своими верующими и так далее? Конечно же, никогда мы не можем сказать, что раз пост окончен, пришла Пасха, все, мы больше не милосердны, никому не помогаем и так далее. Во все дни своей жизни верующий человек должен помнить о ближнем, потому что, по сути дела, это основные заповеди, которые нам даны Богом, любовь к Богу и к ближнему. Вот если человек их помнит о них, исполняет, то тогда мы можем ее считать, что он исполняет заповедь целиком. Вот что касается во время поста, вы сказали, милосердие к ближним, тоже действительно, я вот иногда вспоминаю, как некоторые люди говорят, батюшка, вы знаете, поститься нам тяжело, это очень дорого. Я говорю, почему? Нам приходится покупать там определенные продукты особые, там орехи, там если кто получает благословение, там морепродукты, там суббота, воскресенье или еще что-то, и чтобы насытиться, мы тратим, я посчитал, мой бюджет уходит больше денег, чем когда он питается непостной пищей. Такое мы слышим, но всегда предупреждаем своих прихожан, что это неправильный подход к посту как таковому. Почему? Потому что пост помимо личного подвига для человека, что он своим духом пытается победить движение плоти, помимо личного подвига пост еще призван наоборот, чтобы человек сократил расходы на свое личное питание, а вот те средства, которые освободились, чтобы эти средства мог потратить на милосердие ближним. Вот. И есть такие люди, которые так и поступают, кто знает об этом, кто постится правильно, а не предается там, наоборот, излишествам, пусть и постной кухни. Но даже если люди уже потом оканчивают подвиг поста, скажем так, плотской, то есть предстают уже ограничивать себя в пище скромной, они все равно обязаны оставаться милосердным и близким, и если есть возможность помочь тому или иному человеку, всех христиан мы призываем это делать. Есть вокруг церковного праздника Пасхи достаточно много разного рода обрядов, обычаев, которые тоже, конечно же, имеют отношение к церкви, но вот как по мне, наверное, что называется снизу, да, народные обычаи, где-то вот они распространены меньше, где-то больше, люди ходят на кладбище, раньше там, я не знаю, вот раньше был обычай, например, обмениваться обязательно поцелуями, не знаю, сейчас есть у православных или нет, но когда читаешь старую литературу, обязательно на Пасху, да, вот дарили друг другу пасхальные яйца и обязательно целовались друг с другом. Есть ли обычаи, которые не вполне вписываются, может быть, в церковные каноны, вот чего не стоит, наверное, делать? Да, да, ну, вы знаете, из того, что сейчас вы сказали, действительно, есть такое понятие, как пасхальное целование. Вообще слово «целование» в славянском понимании этого слова, оно означает приветствие, то есть люди приветствуют друг друга пасхальным целованием. Оно не имеет никакого, никакой подоплеки там эротической или еще какой-то, потому что многие шутят на эту тему. Побегут. Да, шутят на эту тему, говорят, ну, надо нам Христосаться обычно, и начинают шутить. Но еще в рамке какой-то шутки от мирян это понять, может быть, и можно, но мы должны понимать, что на самом деле здесь никакого движения страсти и плоти нет, а действительно искреннее приветствие человека, того или другого верующего, с этим радостным пасхальным праздником. Даже по нашим церковным книгам священнослужители Христосуются друг с другом во время этого пасхального богослужения. Об этом написано, это есть, эта традиция сохраняется. Что касается традиций пасхальную ночь ходить на кладбище, это уже, как мы видим, пережиток советского времени. Пасхальную ночь на Пасху ходить не принято. Для этого есть специальное время, вот девятый день после Пасхи, так называемая Радоница, когда мы идем и делимся этой пасхальной радостью уже с нашими умершими, сродниками, близкими, знакомыми. Почему я сказал, что это пережиток, наверное, советского времени? Я говорю, наверное, потому что не занимался точным исследованием этим, но знаем, что не поминают в святую день, в святую ночь, в святую седмицу усопших, почему возник? Потому что пасхальные праздники, они притягивают к себе почти всех людей. Даже есть люди, которые редко ходят в храм, один раз в год, и они приходят на этот праздник, потому что их душа чувствует, что происходит что-то очень важное, празднуется. А что празднуется? Празднуется победа над смертью. Так люди, говорят, у меня батюшка, у нас столько дел, столько мы планировали, или для сына, или для себя, или еще что-то, дом купили, только начал, а раз кто-то умирает. Ну и зачем, в чем смысл жизни? Вот действительно, если бы не было воскресенья, если бы не было иной жизни, наша жизнь, пожалуй, не имела никакого смысла. И каждый человек, пусть подсознательно, это чувствует. И когда празднуется воскресенье, люди радуются и приходят в храм. Но мы ведь помним время, оно было не так уж давно, когда людей просто не пускали в храм. Стояли оцепления, стояли специальные люди, которые следили, чтобы не приходили руководители предприятий, не приходили дети и так далее. То есть такая была борьба с Богом, в кавычках можно сказать, потому что с Богом бороться бесполезно. И если людей не пускали в храм, или были они закрыты, как человек мог выразить это свое желание победы над смертью. Вот и шли на кладбище. На кладбище никто не запрещал приходить. Они приходили, и там могли чувствовать, радоваться, и считать, что они через это приближаются к Богу. Может быть, по вере вашей это будет вам. Но тем не менее, на сегодняшний момент, пока наши храмы открыты, я бы призывал всех верующих христиан придерживаться нашим церковным традициям правильным. То есть в пасхальную ночь и пасхальные дни мы радуемся, потому что смерти больше нет. Когда наступает время поделиться этой радостью с нашими усопшими, сделать это. Из того, что я понял, все-таки, да, действительно, Пасха — это прежде всего храм, это прежде всего служба, это атмосфера, которая в церкви, это то чувство, которое возникает у верующего человека в душе при мысли о том, что есть благая весть, есть воскрешение, и есть воскрешение для всех. Это не водка, не шашлыки, не лесопосадка, не все, что... К сожалению, да, вот... Знаете, все-таки, мне кажется, вы правильно сказали, самое главное Пасха — это то, что есть в душе. А уже все остальное второстепенно. И такие вещи, как храм, тоже в храм насильный, можно загнать человека. Вот по идее, чтобы ты постоял всю ночь там на Пасху в церкви, и вот что-то Бог тебе даст. Этого не произойдет, если у человека не будет веры в сердце, если у него не будет желания приблизиться к Богу, что-то изменить к лучшему. А шашлыки, какие-то прогулки на праздники, они не запрещены. Запрещено невоздержание. Потому что и праздновать можно, действительно, можно, как говорят, праздновать по-людски, а бывают случаи, когда люди празднуют и усердствуют сильно выпивки или какие-то споры, и доходят до трагедии. У нас разговариваются как про сильнее всех тех, кто вообще не постигся, к сожалению. Такое случается, к сожалению, выбор. Я хочу поблагодарить вас за то, что нашли время сегодня для того, чтобы прийти к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо вам, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. До следующих встреч. До свидания. С наступающим праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова